следующее видео второй части посвящено моему отпуску это египет я расскажу вам просто о том как собираться что брать как выбирать отели значит первое куда ехать в принципе почему едут на красное море потому что это здоровье соленая вода соленый воздух это очень полезно для организма если у вас бронхи там какие-то проблемы кожные заболевания красное море очень очень полезно и большинство людей едут в египет потому что это наиболее дешевый значит выбор местоположения обычно мы знаем три пляжа в египте шарман шейх кургада и марсалам на мой взгляд самый оптимальный отпуск может быть в хургаде почему потому что хургада это место где нету акул шарман шейхи есть акулы почему потому что там более соленая вода понимаете да более соленая вода больше кораллов больше рыбы больше вкусняшки и жрачки можно покушать те случаи которые происходили как нам объяснили это были аномальные случаи в жару скорее всего акул что-то зашкаливало мы знаем что у них мозг небольшой естественно они попадали то есть как бы они попадали в то место где их не должно было быть по определению это и туда попадали люди случайно то есть как бы такие ситуации но и по новостям мы знаем что это не так часто происходит хургада в хургаде акул нету там не столь соленое море как шарман шейхи чем выше чем выше тем естественно солонии в хургаде нету такого количества вообще акул практически нету и там есть море это и море и историческая часть если мы берем марсалан то это только море но море там роскошное там пляжи там не тронутая человеком природа в хургаде все-таки там очень большое количество портов и большинство пляжей представляют из себя лагуны то есть лужицы по сути дела издали на фотографии это выглядит красиво на деле это место в которое можно привести детей с родителей то есть родители и дети могут спокойно ехать если дети утонут и быстро найдут если будут тонуть в их успеете выхватить максимум это два метра ну правда ну то есть утонуть сложно вообще в красном море сложно утонуть я имею ввиду что если какие-то ситуации марсалан это роскошные пляжи это дикая природа это кораллы это прибои это скалы вы видите действительно живое море в хургаде вы такого просто не увидите но хургады замечательно тем что вы можете доехать до исторической части для разнообразия жизни но если вы хотите действительно посетить историческую часть конечно же это шарваншир вы заказываете самый дешевый отель берете своего агента оператора и гоняетесь по александрии каиру луксору куда угодно шарваншир находится ближе каиру и к александрии хургада она три с половиной часа до луксора вот вопрос что вы хотите море или историю если хотите историю то это шарман шейх если хотите море то это масалан если хотите и то и другое то это хургада но снова же вы у вас будет скорее обзор на экскурсии то есть те экскурсии на которые я попадала они ну не скажу что прям невероятно были интересно мне было интересно потому что я люблю историю египта и я умею как бы немножко читаю те символы которые нарисованы на храмах то есть я понимаю историю тем кто этого не видит им в принципе безрайса они увидели здание они посмотрели крутые рисунки ничего ничего в конце концов не оценили да круто посмотрели больше туда не вернуть не впечатлило людей или же впечатлило но на один раз вот выбор отеля значит снова же зависимости от того что вы хотите если вы хотите исторические поездки берите из вообще если вы хотите экскурсии и как точнее да смотрите мы с родителями брали пятизвездочный отель ультра ультра все включено по стоимости получилось 100 тысяч на троих много не мало прилично и плюс еще мы потратили деньги на четыре экскурсии в итоге мы порешили что так как в хругаде нормального моря нету но есть замечательные экскурсии в море вы можете покупать самый дешевый отель трехзвездочный на второе не важно им берете за счет экономии средств вы наберет набирает набираете себе кучу всяких экскурсий и в принципе у вас получится та же стоимость которая была у нас пятизвездочном отеле но сверху вы уже ничего не платить очень удобно если вы хотите просто отдохнуть на море без экскурсии конечно же это пятизвездочный отель и я бы рекомендовала марсалла вопрос выбора отеля значит запомните если отель до пяти лет то скорее всего это очень хорошая инфраструктура в плане оборудования очень комфортно мира новые номера но это не проработанная анимация то есть в любом случае у вас будет ситуация что вам будет там скучно вот именно в плане анимации если вы не любите лежать на пляже и баклажанный отпуск если вы любите как я анимацию то лучше всего выбирать отели от пяти до десяти лет старше у нас был отель по моему ему было 10 лет это старая уже старая номера уже но это шикарно проработанная анимация вот в чем в чем они молодцы но у нас не было я была в sunrise garden beach это сеть санрайзов там есть разный мамлюк вот палас был рядом с нами garden beach еще какие-то были там есть сетевые отели типа альбатросов очень много всяких там или джунгл куча всяких отелей выбирать можно только так этот отель достаточно старый соответственно это более старые номера но хорошо проработана анимация но к сожалению у них нету дискотеки если вы хотите дискотеку то обязательно посмотрите по этому поводу потому что нам предлагались дискотеки в виде выезда в хургаду на мой взгляд это опасно я очень хотела поехать но на мой взгляд это опасно потому что как только вы выезжаете за пределы отеля что с вами происходит отель совершенно не несет ответственность даже если они скажут что да мы несем не несут они несут совершенно потому что тут завязка идет на алкоголе тут как бы никто не будет разбираться кто вы что вы как вы и может такое получится что вас привезли аниматоры до до дискотеки и уехали куда-то по своим делам потом они приезжают в три ночи и забирают вас оттуда если вас не дай бог там изнасиловали побили еще что-то им без разницы то есть они сильно конечно извиняться да нам очень жаль но как бы они несут за вас никакой ответственности действительно юридической ответственности не на совести а действительно юридической ответственности за вас не несут поэтому если вы хотите дискотеки в отеле то вопрос этот решайте узнавайте по форумам вот что касается что с собой брать в отеле значит в отель собой вещи не надо брать кучу вещей вам хватит две футболки сланцы сандалии двое шорт майка какая-нибудь пляжного типа все больше вам вещей не нужно ну и если вы например возвращаетесь в россию ну вот как я возвращалась уже в холод или же вы зимой едете то понятное дело джинсы там шубу ну в зависимости от того куда вы возвращаетесь понятное дело почему я говорю о таком маленьком количестве вещей потому что я брала с собой два вечерних платья мне они не пригодились потому что когда говорят о том что ресторан одежда ресторанного типа я одевала на себя шорты одевала на себя майку практически без белья ходила там то есть на мне не было вверх об одних в одних трусах трусы шорты майка все ничего на мне больше не было я спокойно ходила по главному ресторану да то есть по общепитам спокойно ходила никто меня не выгонял главное не в сланцах и главное просто я посмотрела на окружающих обычно обычно все иностранцы одеваются достаточно скромно я думала ну ладно общепит общепит хорошо там было четыре ресторана я думаю пойду в ресторан посмотрим мы пошли в итальянский ресторан я зашла она была реально как по пандополу очень глупо выглядела вечернем платье правда это было смешно поэтому дальше я продал я такие классические белые шорты белая майка и белые сандали все вполне приличный вид никто ничего не говорит вот поэтому вещей с собой много не бейте что касается косметики декоративной косметикой вы не будете практически пользуются единственное что я вам советую конечно же взять с собой тушь потому что вы будете фотографироваться скорее всего но в принципе фотографируется обычно в очках наличие присутствия тональных средств на вашем лице совершенно глупо потому что вы обгорите а это неровность кожи и все это будет видно поэтому бессмысленно наличие огромного количества каких-то кремов значит я брала с собой один крем для тела он меня заменял крем для лица и крем для ног рук там так далее но в принципе я пользуюсь кремом для тела а кремом для лица и холсионы у меня кожа обгорела и я заметила что и холсионы лучше намного справляются с проблемами моих бедного лица лучше намного чем мой крем вот шампунь бальзам свой остальное брать не стоит у вас будет там мыло там будут гелия для душа мы замечательно справились втрою нам вполне хватило если у вас чувствительная кожа понятное дело вы берете с собой ваши умывалки скрабами тоже не надо пользоваться потому что вы обгорите кожа будет болеть бессмысленно крема загара конечно же стоит брать тени и все остальное тоже не надо вам это не пригодится никак вообще у меня один раз пригодилось и то я уж думаю ну раз взяла надо поюзать какие-то заколки тоже не надо стоит брать с собой те продукты которыми вы действительно будете пользоваться то есть это резинки это крем для волос у меня это мой основном было выпрямляку для волос можно взять если вы пользуетесь мы с мамой пользовались в общем то все то есть у вас багажа будет очень очень мало не надо брать с собой кучу косметики средства для снятия макияжа это все лишний груз единственное что я вам советую действительно брать с собой это то что вы закончите то что вы знаете что вы закончите это берите я с собой так брала все свои шампуни крема для тела я знала что я их закончу я знаю что они у меня закончат я их до использую и я их брала вот дальше еще один очень важный момент это выезд в город выезд на поездки если вы едете первый раз вас уже роснет бедность бедность страны очень страшно действительно страна бедная но самое главное это торговцы и бедуины которые будут встречаться вам на пути скажем так на пути они будут встречаться не разговаривать не общаться каменное лицо очки шляпа и вперед со словами ноу-ноу-ноу что бы вам не предлагали что бы ни коим образом не разговаривать почему они к вам будут приставать они будут вас цеплять за руки за ноги пытаться к вам как-то пристроиться неприличным образом и получилось так что в группе попытались пошутить и ко мне начали приставать пока я не заорала я сказала нет это было на площади перед карнатским храмом конечно же там такое эхо что этот бедный парень он испугался сильно и окружающие тоже испугались потому что я заорала так что причем не завизжала это действительно был очень низкий голос и эхо было сильное чувствовала себя богиней в тот момент конечно же это просто царственное ощущение но правда честно говоря лучше чтобы их было поменьше вот с бедуинами не разговаривать потому что вы не знаете за что с вас возьмут деньги посмотрел сфотографировал поговорил деньги могут за все взять просто правда может попросить за все деньги и причем они устанавливают правила скобика ты ему дал доллар он скажет нет мне нужно пять и что с вами может произойти вас берут в такой то есть он призывает своих это я не знаю насколько это реальные истории но я могу предположить что они могут это сделать это не люди это животные правда они вас берут в кольцо и могут забить камнями и кто потом что докажет вы та жизнь потеряете свою вы умрете девушки не флиртуйте не общайтесь не доверяйте никому свою технику обязательно когда вы поедете не только там очень жарко одежда должна быть максимально закрыта и не только потому что жарко правда не привлекайте к себе внимание не надо лишний раз голые ноги демонстрировать вы едете в ту страну в которой вас могут изнасиловать в ближайшем звуковом только потому что вы русская поверьте мне я там была уже два раза и два раза я переживала один и тот же стресс за наших девчонок потому что они выпендриваются они демонстрируют свое декольте они пытаются флиртовать с местными официантами не надо у нас была ситуация когда я ездила в том году и нас попытались зазвать вот девочки идите мы сейчас вам покажем тут такое я сначала не поняла потом меня подруга за руку дернула идем отсюда вовремя подоспела еще и полиция нас могли просто изнасиловать в этом карнакском кране и потом кто докажет что докажет и кто нас будет там искать выкинут в ближайшие милии и мы зато не изгоним я не пугаю я рассказываю действительно действительно то что происходит торговаться можно но торговаться нужно в официальных лавках не на улице не покупайте ничего на улице есть специальные магазины например хургади напротив санрайза есть магазины клеопатра старайтесь покупать в магазинах с названием фикс прайс потому что там они наиболее дешевые и наиболее качественные действительно вам продадут хороший товар и еще такой момент старайтесь в аэропортах можно торговаться можно покупать там более цивилизованные все таки торговцы и если вас привозят например есть такая программа как луксор вас привозят на фабрику масел и фабрику камни и там действительно настоящие статуэтки масла лучше всего там покупать вас могут обмануть и вы можете там я покупала масла у меня было 4 такие вот 4 баночки такие вот большие 4 баночки вот такую вот баночку такой объем 4 штучки я купила за 60 долларов да за 60 долларов я купила это дешево у нас девочка покупала примерно такой же объем за эти 60 долларов одна банка а у меня 4 выгоднее поэтому если вы хотите покупать масла то это конечно же только в официальных лавках в принципе такой обзор я сделала думаю что вам это будет полезно это применимо для любой страны думаю для любой мусульманской страны это будет применимо конечно же вот вот в общем то и все если какие то вопросы пишите на все отвечу всем удачи всем пока я и и и и и Продолжение следует...